Популярному певцу Джорджу Майклу, возможно, в скором времени придется поменять сцену на тюремную камеру. Сегодня в Лондоне прошло судебное заседание по делу артиста. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сам певец признал свою вину и заявил судьям, что действительно, перед тем, как сесть за руль, употреблял марихуану. Евгений Ксензенко наблюдает за ходом судебного разбирательства. Певец признал себя виновным в хранении марихуаны и вождении в состоянии. В состоянии наркотического опьянения Джордж Майкл ночью врезался в фотомагазин в Хемстеде. Певец возвращался домой после участия в лондонском гей-параде. Все обещания фанатам завязать с наркотиками до сих пор неуполнимы. Но если раньше певцу удавалось избежать серьезного наказания, то сейчас все может быть по-другому. Все-таки в седьмой раз у поп-звезды проблемы с законом. Джордж Майкл и засыпал за рулем, и таранил машину на парковке, и врезался в грузовик. Если суд сочтет, что певец представляет опасность для общества, то его могут приговорить к трем месяцам лишения свободы. Другой вариант – крупный штраф, лишение прав на пять лет и общественные работы. Три года назад суд уже приговорил Джорджа Майкла к ста часам общественных работ и лишил прав на два года за езду в состоянии наркотического обвинения. Джордж Майкл в одном из интервью признался, что никак не может избавиться от наркотиков, от этой зависимости. Если раньше он выкуривал 25 сигарет с марихуаной, то сейчас сократил число до 7 в день. Обвинить британское правосудие в мягком отношении к звездам сложно. Если есть у них какие-то явные преимущества, то скорее финансовые. Например, заплатить крупный денежный залог или нанять хорошего адвоката, что в принципе не так уж и мало. Но в то же время нельзя не заметить, что хулиганы из шоу-бизнеса традиционно отделываются легким испугом. Например, Эми Уайнхаус, известная своей слабостью к алкоголю и наркотикам, ходит в суд как на кинопремьеру и кажется готова позировать папарацци. Перед судом равны все, но в некоторых случаях суд равняется на звезды, точнее на их график. Например, может перенести дату заседания, чтобы певец смог дать концерт. Нарушители с большой сцены приходят на оглашение приговора в сценическом образе. Пит Дуэрти уже ветеран судебных процессов и один из немногих британских музыкантов, кто все-таки сидел в тюрьме. Правда, всего несколько месяцев. Сроки наказания звезд всегда впоследствии уменьшают. А в первый раз, ну или два-три, нарушители регулярно пытаются перевоспитать. Тот же Дуэрти по решению суда проходил реабилитацию в клинике. Популярные звездные наказания, условный срок, штраф и общественные работы. Возможно, Джорджу Майклу повезет и сейчас. Хотя не исключено, что певцу готовлена дорога в казенный дом по следам Паррис Хилтон и Линдсей Лохан. Евгений Ксензенко и Борис Халфин. Телекомпания НТВ. Лондон. Великобритания.